Ребят, ко мне очень многие обращаются с вопросами по закону об эвакуации. И сегодня мы об этом поговорим. Но поскольку я не являюсь ни юристом, ни адвокатом, я обратилась к моему очень хорошему другу, адвокату Ивану Мирону. И сегодня я задам ему вопросы, потому что тоже беспокоит этот закон об эвакуации. Иван, вот сейчас очень многие люди пишут в социальных сетях, они переживают и волнуются, потому что они читают, что вот новый закон об эвакуации, что их могут отвезти в одну сторону детей, в другую сторону без спроса родителей. Многие блогеры и политики уже высказали свое мнение по этому поводу. И они просто кошмарят людей вообще, что происходит, что в этом законе не так. И стоит ли бояться действительно? Спекуляций очень много. Даже уважаемые эксперты, депутаты оппозиционной политики, они не знают до конца вот этих всех деталей или не хотят погружаться. И как такового закона об эвакуации, где заложены вот эти все риски, угрозы и страхи, о которых говорят, его фактически не существует, как единого документа. Потому что закон об эвакуации – это федеральный закон о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, который был принят еще в 1994 году. Что же произошло? Какие изменения? Вот. Очень важно. В этот закон недавно были внесены поправки. И эти поправки прошли пока только первой чтении. И поправки, они на первый взгляд, буквально на полстраницы, они являются скорее косметическими, но есть один пункт интересный, который уже дальше перекочевал во все документы, которые в настоящий момент действуют, приняты. Но единственное, есть один косметик, который будет действовать с начала следующего года, со 2 января. Поправка следующая. Если раньше все инструкции об эвакуации населения распространялись только на те территории, которые находятся в режиме чрезвычайной ситуации, то поправка, которая сейчас принята, она предусматривает эвакуацию населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. То есть даже просто при угрозе. То есть еще ничего нет, есть только угроза и уже... Совершенно верно. Угрозу теперь будет определять наличие этой угрозы правительственная комиссия. А вот дальше в законе вот этих всех страшилок, в основном, вы не найдете. С начала 2024 года, вроде как угроза, давайте обезопасим. Но если мы начнем копать глубже, то мы увидим несколько абсолютно свежих документов, законодательных, введенных совсем недавно. Причем введенных впервые. Интересно. Что тоже очень важно. Впервые. Это первое. Открываем, чтобы не быть голословным. Да, какие-то вещи я буду зачитывать. Это ГОСТ Р22.3.17.2020, который называется «Безопасность в чрезвычайных ситуациях планирования мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций». Опять же, при угрозе. При угрозе. То есть еще ничего не произошло, но угроза какая-то есть уже. Этот ГОСТ был введен 6 января 2021 года. Об этом практически никто не говорит. Так вот, там прописывается планирование мероприятий, обеспечивающих деятельность эвакуационных органов. И самое главное, документ достаточно серьезный, объемный. И первое, на что бы я хотел обратить внимание, это создание сборных эвакуационных пунктов, куда должно доставляться население. Численность, точнее количество местных пунктов, они должны не превышать 4-5 тысяч. Тысяч? Тысяч человек человек. То есть 1 пункт до 5 тысяч человек, если в случае эвакуации. Да, до 5 тысяч человек, совершенно верно. Причем, что меня поразило, там прописано движение пеших колонн. То есть, если вдруг будут эвакуировать, то, возможно, все эти 5 тысяч пойдут пешком. Пойдут пешком. Какой? Пойдут толпой. Причем там прописаны остановки, сколько отдыха, как сопровождать толпу и как обеспечивать меры безопасности на маршруте. Далее. Идем дальше. Еще один интересный документ, который был принят 3 сентября 2021 года, точнее, уже введен в действие. Совсем недавно, получается. Сентябрь 2021 года. Это методические рекомендации. 3.1-2.1-0251-21. Это называется рекомендации для организации работы пунктов временного размещения эвакуируемого населения в условиях продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции. Так. Вот здесь уже интересно. Здесь уже прописывается, каким образом, соответственно, граждане, которые будут эвакуироваться в случае возникновения угрозы ЧАЭС, они будут размещаться, как мы полагаем, вот именно вот в этих пунктах, там до 4-5 тысяч человек. Ну вот все, что я слушаю сейчас, получается, что действительно ужасная космарная ситуация. Смотрите. Если они это уже продумывают. При размещении пребывающих ограничить по возможности количество проживающих в комнатах не более 4-х человек, по возможности, предпочтительно размещение в одной комнате членов одной семьи. В случае невозможности исполнения данного условия предусмотреть расстояние между кроватями, в скобочках, раскладушками, не менее полутора метров. А если семья большая? Это, я вам так скажу, это тюремная норма. Тюремная, конечно. Это тюремная норма. Дальше. Где будут размещать? Здесь тоже это прописано. Это при решении вопроса о выборе объекта для пункта временного размещения целесообразно, в первую очередь, исходить из принципа возможности соблюдения изоляции и компактного проживания эвакуируемых лиц для размещения населения, предусмотреть гостиницы, санатории, общежития и, внимание, другие здания. Многие люди поговаривают, что в их регионах строят какие-то, типа, бараков больших. Любой барак, который будет построен, он подпадает под требования и под нормы вот этого документа, который я сейчас цитирую, методические рекомендации. Дальше. Расселение лиц осуществляется по принципу вакцинирован против COVID-19 и не вакцинирован против COVID-19. А также переболел COVID-19 в течение шести месяцев. Дальше оборудовать по возможности, опять-таки, эти помещения обеззараживающим... Ну, это понятно, да. ...системы обеззараживания воздуха и так далее, и так далее. То есть они предполагают собой некое деление и там, в том числе, на вакцинированность и нет. Абсолютно точно. Теперь идем дальше. Еще интересный документ, который был введен 27 октября 2020 года, это национальный стандарт Российской Федерации планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. То есть это некая такая уже сразу сегредация. Что такое рассредоточение? Одних мы отправляем сюда, а других мы отправляем в другую сторону. И попробуй скажи нет, потому что это за то. Может быть, это дети, взрослые, это специалисты из одних отраслей. Это все за то. Иван, я спрошу сейчас, смотри. То есть получается, то, что многие вот так волнуются, переживают, не зря волнуются и переживают. Если вот это рассредоточение будет идти, то действительно могут взять, сказать, детей всех везем вот сюда, а взрослые, ребятушки, сюда, специалисты поедут вот сюда. То есть это предусматривается в их. Может подпадать. Сохранение семей, компактное проживание родственников, оно в этом законе не прописано. Еще раз, друзья мои, то есть не прописано в законе компактное проживание родственников. Что тут добавить? То есть это не является требованием к действию непосредственно специальных комиссий и органов, которые будут заниматься так называемой эвакуацией. И самое жуткое, что в это же время, 13 сентября 2021 года, принимается еще один ГОСТ, который будет действовать уже со 2 января следующего года. Сейчас я и так же еще подчеркиваю, все это вводится впервые. Если вы откроете документ, там будет стоять написание «Введен впервые». Он называется «Гражданская оборона, ГОСТ 42.701-2021, «Гражданская оборона, захоронение срочных трупов военное и мирное время». Впервые вводится. Впервые вводится. То есть описывается технология массового захоронения людей, так называемой братской могилы. Я хочу так напомнить многим, кто считает, что братские могилы – это элемент героического подвига нашего прошлого и неотъемлемая часть нашей истории. Братские могилы – это чисто такой советский необходимый атрибут при отступлении, срочном отступлении наших войск, когда уже невозможно ничего сделать с телами погибших, как мирного населения, так и воинов. Для чего они это? Еще важный момент. Скажем, если мы возьмем Германию, которая отступала под натиском наших солдат, мы не найдем там ни одной братской могилы. Они хоронили, да? Мы увидим вот этот символ немецкого поражения – это холмики с деревянными березовыми крестами, на каждом из которых была табличка с именем офицера или солдата. То есть это чисто наше, просто это было такое отношение к памяти павших. Теперь мы это узаконили. Более того, если мы возьмем чрезвычайные ситуации, самые жуткие катаклизмы, которые происходили в 20 веке, возьмем ту же ядерную бомбежку Нагосимы и Нагосимы. Нагосимы, да. Там не было братских могил, по крайней мере, я не нашел ни одну ссылку на подобное. То есть два удара атомной бомбы и ни одного братского захоронения. Все были установлены, все были захоронены. И очень важно, еще один пункт, что вот этот ГОСТ, о котором я говорю, он прописывает вот эту технологию, жуткую технологию. Как хоронить. Расстояние между мешками с телами. Как утрамбовывать, там схемы даже есть. Как катком закатывать эти ямы. Чем засыпать. Как устанавливать трубы, чтобы шло там скорейшее шоу, ускоренный перегной. И вот там прописано. Как военное, так и в мирное время. И тоже немаловажный момент. Там нету пункта о необходимости уведомления родственников погибших. То есть если что-то произошло, родственнику не сообщат, что его родной человек... Это не является требованием данного ГОСТа. Естественно, что если родственнику сообщат об этом, да, будет истребовано тело. А здесь просто это будет паковать или в деревянные ящики, или в специальные мешки. И закапывать в огромные ямы. Причем там даже прописан землеотвор в населенных пунктах. Это территория должна не превышать 40 гектаров. 40 гектаров. 40 гектаров. Но если этого не будет хватать, тогда необходим другой участок с небольшим... С небольшой, вот как это называют, моральной зоной. Да. Между ними. То есть, пожалуйста, 40 гектаров. Там буквально там несколько десятков метров. И, пожалуйста, еще один участок. В связи с тем, что ты сейчас сказал, возникает очень много вопросов. К чему, как ты считаешь, готовиться к войне, к какой-то глобальной пандемии? Очень многие говорят о возможности даже ядерной войны. К чему они готовятся, как ты считаешь? Вот эти все... Не просто же так принимаются. Вот это стандарт. Да. Эти ГОСТы, эти поправки. И первое, о чем мы можем говорить, то, что речь идет о подготовке к серьезным боевым действиям. При колоссальной гибели населения и военных. Но вот этот пункт, то, что эти ГОСТы будут также работать в мирное время... Это пугает. Вот это вызывает очень большие вопросы. То есть, если война логически понятна, да, и мы, естественно, мы должны... Нас учили, начиная с Советского Союза, быть всегда на рубеже, быть всегда готовыми к нападению врага. Может быть, мы скажем, что это некие такие фантомные боли, мы решили все это принять. Но когда это прописывается под мирное время, вот здесь становится жутко. Еще жутко то, что там прописаны угрозы. То есть, даже если этого не будет, насколько я поняла, но будет просто угроза, они уже могут запустить эти вот законы, правильно? То есть, комиссия принимает решение о том, что при наличии угрозы, то группа лиц решает, что есть угроза. И дальше уже все население должно подчиниться, встать в пешие колонны дружно и двигаться непонятно. Скажи, пожалуйста, а может быть такое, что, допустим, в каком-то регионе конкретном будет угроза, и вот этот конкретный регион начнут как бы эвакуировать или производить там какие-либо действия? Да, запросто. Значит, что вся Россия... Само собой, об этом, кстати, идет речь. То есть, это принимается на уровне местных отдельных территорий, и дальше уже та или иная область, регион, район, они могут быть эвакуированы. Потому что, мне кажется, что подобного рода вещи, как правило, тестируют, то есть, на каком-то регионе, для того, чтобы понять, насколько это может потом быть, допустим, по всей России. Ну, здесь еще интересный такой момент. Они прописывают, как утилизировать трупы животных. И трупы животных должны быть, с них разрешают снимать шкуры, используя, а непосредственно мясо может быть переработано, измельчено на полуфабриката. Тоже непонятно, если это ядерное заражение. Трупы перерабатывать на колбасу. То есть, вопрос, на секундочку, сразу встает, что, возможно, голод, потому что, в противном случае, при наличии, при отсутствии дефицита продукции, ну, никто не будет перерабатывать падаль. Конечно. На котлеты и на колбасу. То есть, вот здесь еще заложен такой интересный и очень опасный момент, страшный момент. Но при этом, то, что они сейчас делают, вот параллельно с этой историей, когда прописываются, как перерабатывать трупы животных, пуская их на продукцию. Они сегодня, вот скажем, на примере Алтайского края, мы видим, что там запрещена продукция к реализации из мяса, мясная продукция из домашних хозяйств. То есть, вот так называемое мясо самое экологически чистое, потому что нет никаких добавок, нет никаких антибиотиков. Коровки и свиньи пасутся на лугу, едят вот то, что под ногами. И это мясо не заценилось. Более того, за счет вот таких домашних хозяйств мы в разные периоды смогли избежать голода. Сейчас это запрещено по правилам таможенного союза и фактически уже в том же Алтае сейчас наблюдается дефицит за неделю. Почему, скажи, пожалуйста, в средствах массовой информации очень многие блогеры особо не обращают внимания вот на эти ужасные поправки в закон, о которых ты сейчас говоришь. Все говорят о чем-то другом. И уже возникает такое ощущение, что нас от чего-то отвлекают. Так может быть, нас как раз вот именно от этого отвлекают, другими информационными поводами. Может быть, поэтому говорят так много о QR-кодах и всем остальном, чтобы нагнетать и отвести внимание людей в другом направлении, пока принимаются вот такие ужасные поправки. Ну, мне кажется, одно другое не исключается. Проблема с QR-кодом, ведение QR-кода, это вполне укладывается в парадигму вот этих законов, когда речь идет о том, о вот этой сегрегации населения на определенной категории, в котором будут применяться различные, что называется, меры эвакуационного характера. Есть ли у человека возможность при вот этих всех законах как-то защитить себя, то есть сказать, нет, я имею право там не эвакуироваться, я имею право со своей семьей платить не вправо, а влево, потому что я хочу. Либо этот закон имеет силу, что человек не может ничего сказать. Он должен выковарить. Прямая ответственность за отказ в эвакуации, она законом не предусмотрена. Но сложно представить, что найдется много желающих при так называемой угрозе встать в колонну, бросить свои жилища, дома, движимые-недвижимые, что называется, и пешкодралов идти в бараки. Я думаю, это появится уже в дальнейшем, это будет уже регламентировано чуть позже, ответственность при отказе выполнять прямые приказы власти. Главное, чтобы это не было, как когда-то в истории, просто расстрел. Но, но, понимаете, все подобные нормативные документы, а мы видим не просто один документ, который вызывает вопросы, мы видим систему, проработанную систему, когда ГОСТы, национальный стандарт, они расширяют, и уточняют, и уточняют определенные, вроде как бы, размытые положения. И просто так такие законы не появляются. Такие законы появляются при абсолютно четком прогнозировании с очень высокой степенью вероятности развития сомнения. Ну да, перед тем, как мы с тобой начали записывать это интервью, мне не было так волнительно, вот сейчас я все это прослушала и поняла, что действительно волноваться стоит, и есть чему. Ну что ж, друзья мои, берегите друг друга и обязательно следите за законами. Будем отслеживать события, причем, я еще раз говорю, мы делаем выводы не голословно, это чисто на тех документах, официальных принятых документах, которые находятся в открытом доступе. Обязательно распространяйте эти ролики, обязательно распространяйте, донесите информацию до людей. А тебе, Иван, огромное спасибо за то, что ты разобрался в этом всем и рассказал нам жестокую, но правда.